I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to meet. Всем привет! В эфире программа ЮТВ собирает друзей, где мы подводим итоги года в такой праздничной атмосфере. Эту программу для вас проведут Алексей Чернов, Наталья Богданова. Сегодня мы будем разговаривать про дороги. Потому что мне кажется, в этом году у нас в принципе тема дорог была топовой. Мы очень много говорили про дороги. Мы всегда много говорили. Наравне с коронавирусом в Оренбурге было популярно слово туркестанское. Туркестанское Аксакова. Автопе поиска. Так давайте сегодня попробуем подвести итоги этого года. Что было хорошего, что было плохого и с чем мы в дорожном плане вступаем в 2021. У нас сегодня год. Да, а поможет нам в этом бывший автоинструктор, человек-автолюбитель, который сейчас, скажем так, профессионально может ругаться на дороге с профессиональной точки зрения. Ну, может быть, он может профессионально хвалить дороги. Не знаю, будем ли. Да, посмотрим. Дмитрий Воронцов, привет. Приветствую всех. Мы, в общем, на протяжении всего года снимали сюжеты, делали передачи по поводу дорог с автоюристами, с депутатами. И вот это было с точки зрения ГОСТов, с точки зрения бюджета, сроков, всего такого. Вот сегодня хотели поговорить с точки зрения действительно автолюбителей. 2020-й со всем вот этим вот шквалом ремонта дорог. Как вы можете оценить, как вообще для вас прошел этот год? Нет, радовало, конечно, что дороги чинят, но очень сильно затруднялось движение, потому что передвигаться было невозможно именно, наверное, из-за ремонта. То есть по ямам, может, было и проще, но, дай бог, видно хоть какой-то результат. А вы автоинструктором этим летом еще работали или? Да, работал. Расскажите, как изменилась работа автоинструктора летом 2020-го? У меня маршрут был, получается, я ехал со Степнова в сторону Максимума на автодром. Это происходило каждый день, иногда 8 раз подряд. Ну и, наверное, как вы знаете, монтажников частенько перекрывали, как раз-таки она ремонтировалась, и авторемонтная. И кто первый вырывался на дорогу с курсантом, тот нам давал информацию о том, можно ли проехать по монтажников или нужно ехать в объезд через весь город. Ну это как у таксистов такая связь, я знаю. Да, да, да. Такая общая группа в WhatsApp. Давайте попробуем сформулировать такой топ самых ужасных, самых зашкварных дорог этого лета, которые вы, как автомобилисты, друг другу, ну никак не советовали там оказываться, если только при какой-то острой-острой необходимости. Какой топ самых зашкварных дорог Оренбурга? Ну, которые... Странно как-то сказать. Которые до этого были такими. Сейчас-то понятно уже, практически везде мы все завершили, сейчас у нас все дороги классные и хорошие. Но мы же говорили, что автомобилисты натерпелись. И вот какие участки, давайте попробуем вспомнить, были наиболее такими сложными? Ну, наверное, в плане работы для меня это был степной. Но в плане работы для меня это был, конечно, центр. Когда у тебя из трех дорог, по которым ты можешь ехать, две перекрываются, и остается только Чикалово, на которой всегда пробки. Вот это прям было очень ужасно для меня в тот момент. Меня обижало постоянно, когда меня таксист высаживал. Не доводя до офиса, мне еще приходилось идти пешком со Степаном Разина. Они постоянно путались в объездах, потому что знаков объезда то не было, то их меняли, то их убирали. И поэтому ее хоть и не автомобилист, но тоже, кстати говоря, пострадало и натерпелось изо всей этой ситуации. Не говоря уже про участников наших сюжетов, потому что у нас есть традиционная рубрика опроса. И с какой бы темой мы не выходили, а почем нынче картошка, что происходит с пенсией, индексация, я не знаю, вот все что угодно. Всегда нам встречались люди, которые смотрели на нас и говорили, картошка, вы про дороги скажите, и начинали просто трехэтажным, вот, и я не буду говорить, чем рассказывать нам свои боли. Да, наступил ноябрь, уже у нас январь, когда все закончилось. Есть ли ощущение вот этого, я не знаю, как праздника после ремонта дорог, когда ты едешь и все действительно новое? Потому что лично у меня осталось ощущение какой-то стройки продолжающейся. Такое ощущение, что когда по Туркестанской передвигаешься, что сейчас просто обед, и через минут пять они опять выйдут и продолжат работать, потому что еще как будто бы есть что делать. Вот этого, знаете, нет ощущения, когда покупаешь новый телефон и пленочку с него снять хочется, вот этого ощущения нет. У вас она есть? Ну да, она в целом же так и выглядит, то есть она как бы дорога-то есть, но она не доделана, вот эти вот обраги непонятные. Это вот про Туркестанскую или еще какие-то? Это конкретно про Туркестанскую, да. У меня в целом движение, вроде бы дороги сделали, да, хорошо все, но после выходных такой шлепок неприятный, наверное, можно сказать, пощечины, когда ты выезжаешь, а там просто вот эти вот бугры настелили. Я хотел сказать то, что вот Аксакова, все так радовались, когда ее впервые открыли. Я прям помню, я, мы, у нас там офис находится, мы стояли и прям радовались, когда человек шел и вот эту разметку наносил, но сейчас этой разметки уже нет. Что, что происходит? Спустя месяц, но зато теперь через двойную сплошную можно на парковку поворачивать. Ну, теперь ее нет, этой двойной сплошной можно не объезжать, скажем так. Вот, я радуюсь. Я, кстати, с дорогами протестировал тротуарные зоны. Каким образом? Походной пешочком я решил прогуляться с Солмышской до Алтайской. И, то есть, получается, вот этот вот участок Гаранькина, монтажников, авторемонтная, то есть вот где лесозащитный, Петровский рынок. То есть там вообще невозможно уже было пешком пройти. В чем-в чем сложность, потому что, да, мы понимаем, что... Но, как я понимаю, вот у нас получается автомобилистов, там вообще нет паров. Там вообще невозможно было пройти, там не было никакого пешего прохода абсолютно. Там возле Максима небольшой поребрик появляется, но он совершенно небольшой. А часто вы так ходите от Солмышской, да? Да, частенько. Вот, если ничего себе. Хотел вот, да, начала, Анташа, про тему того, что в следующем году у нас планируется увеличение объема дорожных работ. Вот. Нет желания пересесть на автобус в это время? Не знаю, нет, наверное. Страшно ездить на автобусе. Ничего себе, почему? Потому что они гоняются очень страшно. Суровые оренбургские водители маршруток. На следующий год ожидается еще больше увеличения объемов ремонта дорог, при том, что эти-то достроить надо. Нам нужно будет увидеть результат ремонта, который сделали в этом году. Потому что обычно после того, как зима проходит, результат нет никакого уже начинается. Какой у вас прогноз? Вы, как матерый автомобилист, автоинструктор бывшим, что можете сказать? Вот как обычно происходит в Оренбурге? Вот отремонтировали, в срок, не в срок, наступает весна. Какая-то часть дорог, малый процент или прям все дороги у нас вместе со снегом, асфальтом тоже? Мне кажется, это, наверное, все-таки наш климат еще в свою очередь. Потому что погода очень переменчивая в Оренбурге. То есть у нас дождь, потом ночью мороз, минус 30. То есть, наверное, из-за этого, может быть, он портится. Но, тем не менее, есть же какие-то госты, которые они должны соблюдать. Видимо, их не везде соблюдают. И поэтому после зимы у нас дороги смывает, как говорят. Дороги этого года доживут до следующего? Не знаю. На 50 на 50. Выглядит хорошо. Ага. Вот если говорить про следующий год, новый, ожидайте вы снова коллапсов дорог? Во время ремонта? Да. Во время ремонта, да, ну, я буду стараться объезжать эти участки. Ну, все будут стараться объезжать, потому что там будет, скорее всего, перекрыт. Конечно, будут. Если такой глобальный ремонт опять будет затеян, то движение, я думаю, во всем городе будет условнено. Вы вначале сказали, что вы, в принципе, радовались, когда все это началось. Когда вот этот, начался весь поток. Вот у меня такой вопрос. А лучше, чтобы, условно, вот один год помучиться, когда пол города перекрыто, пол города стоит в пробках, но зато там следующие пять лет уже не надо дороги ремонтировать? Или все-таки планомерно каждый год по одной, там, по две улицы? Да я вообще, в принципе, не считаю этим мучением. Как бы, я даже вот, когда сам всегда ездил, мне все вот тут ремонтируют, там ремонтируют. Ну, у нас есть такое у человека свойство. Он говорит, ну, вот, вроде бы и хорошо, но и все что-то не так. И всегда все говорят то, что неудобно, ну, неудобно. А на самом-то деле все равно стараются-то для нас. Ждете ли вы новую дорогу? Слышали, наверное, что глава города анонсировал, что будет новая дорога, которая соединит проспект Победы и улицу Терешковой. Да, это касаемо, так скажем, возле ЖК времена года. Да. Она пройдет рядом с парком Березки. Я, так получается, что какое-то конкретное время жил в этом комплексе, и я могу сказать, что он такой тихий, спокойный, а вот эта дорога, скорее всего, вот это спокойствие уберет. 2021 год. Нам в центре Оренбурга обещают платные парковки. Слышали? Нет, не слышал. В общем, в историческом центре, получается, Чечерина, Максима, Горького, Постникова, если не ошибаюсь, 8 марта или нет? Да, 8 марта. Сделать зоны платных парковок. То есть, вот, парковаться вдоль этих улиц может стать, как в Москве, но это закладывается 52 миллиона, чтобы оборудовать их. Вы, как автомобилист, пользовались бы платными парковками или все-таки искали бы? Пользовался бы. Пользовались бы? Правда? То есть, для вас это хорошая новость? С одной стороны. С другой стороны, это не говорит о том, что люди не будут парковаться, как попало. Все равно же они будут вставать вторым рядом, если бы вот этой проблемы не было. Да, конечно, это удобно будет. А какая сумма приемлема за час парковки в центре города? Сколько готовы были бы отдать? Ну, я думаю, рублей 50. 50 рублей. Пока, кстати, никаких сумм вроде бы не звучало. Я, в всяком случае, не видела. Ну, в зависимости от того, что там всегда, как бы, вроде бы предоставляется определенное время на бесплатную парковку. То есть, если тебе нужно дойти... Я думаю, что это будет больше московская схема. В московской схеме как раз-таки там сразу начинается время тикать. И там сразу оплата идет. Но на самом деле, я тоже отношусь к этому положительно. Потому что реально, если разгрузить вот эту вот часть города, я вообще люблю модель Лондона, где въезд в центр стоит денег. Это, конечно, замечательно, но я против. Я не согласна, потому что я считаю, что платить за то, что было бесплатным, когда-либо всегда очень грустно. Нет, мы... Нет, это будет очень грустно. И как бы никто с этим не спорит. Особенно выработает культуру... Культуру парковки. Но действительно, я согласен просто с Дмитрием, что сейчас ставят машины, как хотят везде. Если, конечно, это выработает культуру парковки, то может быть. Но здесь на этот счет тоже есть несколько сомнений. Я подготовил несколько фотографий оренбургских ям. Вы, как человек, который профессионально связан с нашими дорогами, постарайтесь угадать, где эти ямы находятся. Наталья, вам тоже предлагаю этим же заняться. Мне сложно. Может быть, вы проходили мимо и видели это. Первая вот такая вот, она очень, скажем так, непонятна здесь, но может быть, вдруг, если сразу сможете... Наверное, степной. Нет. Нет, нет, нет. Наш офис находится на Аксаково. Этот интерактив готовил Алексей. Делаю ставки, что далеко находить не стало это Аксаково. Это не я фотографии делал. Я их просто нашел. На самом деле здесь есть подсказка. Да, такая подсказка. Центр... В луже отражается небо. А-а-а. А небо это авиагородок. На самом деле это авиагородок. Дальше будет проще. Это, на самом деле, самая тяжелая, наверное, была. Вот. Отличное, по-моему, по мне, изображение. Аксаково. Вот это уже Аксаково. Знаменитая фотография. Вот. Это, к слову, это фотография, к слову, о том, насколько долго живут дороги. Потому что эта фотография сделана на вот этой вот улице через год после ремонта. Я думала, почему-то... Распект Победы? Нет. Солмышская. Ну, вот близко. Это Степной. Гаранькино. Это Степной. Нет. Монтажник. Ты вообще не разбираешься в районах, да? Я видел, он на театральной там провалил. Это улица Дзержинского. Дзержинского. Да, это улица Дзержинского. Там прям в год, когда сделали дороги, начал асфальт проваливаться. А это еще спустя год. Такая фотография была сделана. Вот. Не очень популярна улица, но мне нравится, как красиво отдыхает машина. Это на маяке где-то. Да, это на маяке. Это абсолютно верно. Ногин, да? Нет, это улица Литейная. Но почти близко. Так. Вот такая вот есть. Это фотография 2018 года. Сейчас, кстати, на этой улице сделан ремонт. Там пока такого не было. После ремонта? После ремонта такого не было. Возможно, это было начало ремонта, как раз таки. Я специально подбирал, чтобы постараться по этим. Нет, здесь вообще непонятно. Это улица Максима Горького. Можно было по женщинам. Так, это трасса. Тоже как раз таки после ремонта. На Сулелеску вот эту Лексскую трассу. Абсолютно верно. Итак, фотография этого года. Туркестанская. Это туркестанская. Та самая туркестанская. Так, вот. Это фотография с историей. Это фотография 2016. Мне вообще нравится, что у наших ям, только, по-моему, в Эдбурге такое есть, есть история. Вот, в частности... Терешковый? Нет, сейчас уже... Ну, кстати, недалеко от нее. Но сейчас ее уже нет. Не знаешь, не помнишь тот момент? Я помню на Пролетарской, Хабаровской что-то. 2016 год. Злополучная улица Шевченко. Будем делать ставки на следующий год и надеяться, что 2021-й порадует оренбуржцев хорошими дорогами. Да, причем как автомобилистов, так и пешеходов, конечно же. Сегодня для вас эту программу ЮТВ Собирай друзей провели Наталья Богданова, я Алексей Чернов, а в гостях у нас был Дмитрий Воронцов. Спасибо большое. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры делал DimaTorzok